Возвращаемся к узлам в домах гороскопа. Следующая комбинация. Северный узел во втором доме, южный в восьмом. У кого-то северный во втором, южный в восьмом. Чья это позиция? Вот это у вас. У вас такое. Отталкиваемся от южного узла. Мы всегда отталкиваемся от южного узла, потому что южный узел и еще огромная просьба. У нас почему-то в школе некоторые слушатели, даже уже практически заканчивая обучение, продолжают путать северный и южный узел. Ну то есть, глядя на северный, думают, что это южный и наоборот. Перепутать никак нельзя. Это то же самое, что поехать на красный свет. Поехать на красный свет. Ну вы понимаете, каковы последствия. И наоборот, стоять, а уже зеленый, а ты продолжаешь стоять и не ехать. Перепутать нельзя. Зеленый это северный узел, красный это куда ехать нельзя. Это южный узел. Итак, северный во втором доме, южный в восьмом. Когда южный в восьмом? Во-первых, человеку нельзя жить за счет супругов. Это первейшее правило. При южном узле в восьмом доме запрещено то, о чем мечтают некоторые девицы. И теперь и не только девицы, теперь и мужчин таких хватает. С кем-нибудь сойтись и что? И, так сказать, да, не трудиться, ничего, а жить за счет своих, как это теперь называется, партнеров. Жить за счет партнеров. Кто так будет жить с южным в восьмом, тот в 37 и 56 получит по башке. Потому что нельзя. За счет родителей. Нет, родители сюда не относятся. Тут именно партнеры, да. Во вторник тоже очень почему-то про родителей. Видимо, все как-то паразитируют. Из чего мы делаем вывод. Итак, продолжаем. Южный узел в восьмом доме. Нельзя жить за счет партнеров. Родители не относятся к категории партнеров. Это южный узел. Дальше. Что еще? Еще это тема наследства. Вот в жизни бывает так. Есть те, кому наследство можно по карме. И они прям мечтают, вот чтобы кто-нибудь умер бы, и им бы как бы, да. Какой-нибудь дядя-миллионер из Америки, о существовании которого ты не знал или не знала. И вот он, дядя, умер, и ты все, теперь тоже миллионер. Ничего не происходит, никакого дяди нет. Зато те, кому нельзя вляпываться в наследство, на них эти квартиры и дома, и банковские счета прямо сыпятся. Прямо сыпятся на них. То есть южный в восьмом нарочно сделает так, что все вокруг умирают, и все вам. Коллега из дневной группы привела ярчайший пример. Когда ей было 37 лет, это как раз возраст, вы помните возраст лунных узлов? 37, 38 и 56. Когда ей было 37, мама пошла и написала завещание на нее. И потом вскоре умерла, и у нашей коллеги были огромные, огромные неприятности в судьбе. Потому что нельзя тебе ничего наследственного, нельзя категорически. А как быть? С другой стороны, и отказаться, и невозможно, и жалко. Как быть, чтобы и рыбку съесть, как говорится, и, в общем, на удочку не попасться. Нужно немедленно, когда все оформите, немедленно это со своей фамилией сбрасывать. Немедленно сбрасывать, каким-то образом пытаться со своей фамилией. Ну, так, чтобы хотя бы вы не значились, хотя бы так, хотя бы, да. Как-то переоформлять, Юль, переоформлять документы, чтобы проверять, чтобы не было такого, что вы фигурируете там, как хозяин или хозяйка. Таким образом, Южный Узел в Восьмом Доме запрещено наследство. Если даст. Да, если даст. Пожалуйста. Оно к Восьмому Дому не относится. Только, только наследство. Что еще про Южный Узел в Восьмом Доме? Второй и Восьмой Дом это дома богатства. И тут такая дилемма, ну, то есть, некий спор мысленный, такие понятия тратить, копить. Ну, то есть, или деньги тратить, большей частью, или их копить. Ну, там, на счетах, ну, или там, дома, неважно где. Так вот, тем, у кого Северный во Втором, Южный в Восьмом, тратить, не копить, не копить. При Южном Узле в Восьмом можно иметь какие-то разумные накопления, ну, такие, как на всякий случай. Но нельзя быть Кащеем. В смысле, вот этот. А сразу вопрос можно? Сказали, у кого Куспы, допустим, ну, второй дом и знак мужской, то нужно тратить. А если женский, то Кащеем не влияет. Нет, 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 не влияет. Всем тратить, Северный, вне зависимости от знака, всем тратить, не копить. Копить только чуть-чуть, для каких-то случаев. То есть человек с Северным во Втором должен все, что у него есть, что он зарабатывает, получать от жизни удовольствие. А в тридцать семь и пятьдесят шесть вообще пойти и купить большую-большую банку чёрной икры. Купить чёрную шубу и в чёрной шубе сесть, чтобы инспектора тебя видели, и скушать чёрной икры. Ну, в общем, конечно, это шутка, но шутка с долей правды. То есть Северный во Втором ни в коем случае нельзя себя лишать радостей жизни, копить деньги и не позволять тратить их на то, что тебе доставляет удовольствие. Надо тратить. Копить мы велим тем наоборот, у кого Северный узел окажется в восьмом доме. Вот тем мы велим копить, а этим тратить в своё удовольствие. Конечно, это не призыв к шопоголикам, всё имеет разумное значение. Это не значит, что они должны ходить и постоянно что-то покупать. Конечно, нет, но речь идёт о том, что нельзя себе отказывать в радостях жизни. В первую очередь тут имеется в виду по второму дому еда и одежда. То есть этим людям желательно не экономить на еде и одежде. Сейчас ещё один аспект восьмого дома, и он с такой немножко даже скандальной предысторией. Вы, конечно, слышали о великом полководце и императоре Франции с драматической судьбой. Личность, которая до сих пор привлекает внимание историков и не только. Наполеон Бонапарт. Его натальная карта долгие годы была известна. Я имею в виду, что вообще есть целые большие базы данных, где собираются гороскопы знаменитостей исторических личностей. Наша школа имеет доступ ко всем этим хранилищам. И гороскоп Наполеона давным-давно нам был известен. И даже по физиогномике мы его обсуждали. И совсем недавно, это случилось осенью прошлого года, кто-то из историков откопал, я вам точно не скажу, как называется документ, короче говоря, это как с бирками бывает, когда случайно карта уже готова, вроде как время мама помнила, а потом случайно отыскивают бирку из роддома, а в бирке написаны немного другие данные. В общем, по Наполеону считайте, что нашлась как бы бирка. И, а там на два часа позже, и у нас все съехало. То есть, у него был асцендент в весах, и всегда думали, а оказалось, что у него асцендент не в весах, а в следующем знаке. Кто помнит следующий? В Скорпионе. И все планеты, все съехало. И узлы съехали. У него до этого, до вот этих данных, южный узел был в девятом доме. А сейчас он оказался в восьмом, по новейшим данным, и все встало на свои места. Восьмой дом – это война! И если южный узел в восьмом доме, человеку противопоказана служба в погонах. Армия, полиция, МЧС, противопоказана. А он кем был? А он был генералом, полководцем, и, как у нас маршалы советского, вот он типа такого, он был высшим военным офицером. И ведь теперь понятно, все говорят, как же так, он был гениальным военно-начальником, как же так вышло, что в итоге он проиграл главные битвы и полностью попал в плен и лишился вообще всего. Южный в восьмом близко к армии, полиции и прочим организациям, где носят погоны, близко приближаться нельзя. Он умер, ему был 51, как раз незадолго до третьего возврата, до 56, до третьего возврата лунных узлов. Так что Южный в восьмом, повторюсь, что запрещено, нельзя жить за счет партнеров, то есть альфонсировать нельзя, или быть содержанкой нельзя, альфонсом или содержанкой. Дальше, нельзя копить много, надо больше тратить, чем копить. Тратить с целью получать удовольствие от жизни, то есть покупать себе то, что ты хочешь. Дальше, нельзя принимать наследство, а если его принят, то постараться как-то по возможности, побыстрее. И вот это вот пример с квартирой, когда у нашей коллеги с вашего курса Южный в восьмом и в 37, ни раньше, ни позже, мама ей подсуропила завещание, и она говорит, что она до сих пор не может эту квартиру продать. Уже сколько прошло лет, а эта квартира камнем на ней висит, и от нее одни только неприятности. Да Южный в восьмом доме, у вас не было такого? Висит. Висит, что висит? Ну, у меня часть. Часть. Мама умерла, оставила квартиру, брат поделил, и ухленик попил. Да, это Южный в восьмом. Сама хотела дать. Это вот, да, это вот то, что как повиснет, так и все. Значит, Северный узел во втором, вы поняли, это тратить, это получать от жизни удовольствие, жить ни в чем себе не отказывая. Вот Северный во втором. А саму с уроенному можно? Нежелательно. То есть, понятно, что не вы сами офицер, а муж, но вы как бы все равно близко. Все потом. Да, и плюс, вечно его дружки будут у вас там в передней толучсе. А как быть? Все в погонах. А у вас Южный узел в восьмом доме. А как быть, если у мужа вот так, а у меня наоборот? А сложно, да, вот так. У супругов, да. То есть, у вас с мужем диаметрально противоположные экономические задачи. Ну, как-то выкручиваться. А если директно? Не, не, все равно будет так же, да. И еще, коллеги, вот почему я про 37 вам рассказал историю, или как вот что, Наполеон умер в полном провале судьбы незадолго до 56. Дело в том, что это провокация Южного узла. Особенно в этом возрасте вечно происходит то, что не надо. Это так специально нас провоцируют на это, вот эти кармические узлы. И надо держаться. Ни в коем случае нельзя поддаваться, потому что если человек нарушает в 37 или 56, узлы наказывают с особой жестокостью. Это то же самое, как если ты ведешь машину, автомобиль, и нарушаешь прямо на глазах у кого? У инспекторов. У инспекторов. Это их приводит всегда в бешенство. Ну, что типа такой наглый, что даже совсем обнаглел, что ладно там нарушает, когда никто. Нарушает прямо, и они приходят всегда в ярость в этом случае. И наказывают особенно сурово. Что это? А? А, это ребёнок. Всё, всё. Да. И так, особенно, особенно сурово наказывают. То есть в 37 и 56 надо держаться. Держаться стойко. А, вы поняли, им вечно какое-то наследство. Как нарочно в этом возрасте подъезжает. Не нужен узел. То есть солнце в восьмом году. Ну, узел важнее. В тот раз тоже меня спросили, солнце в восьмом, генералом может стать. А у тебя южный узел. Узлы важнее, потому что будет как у этого генерала. Сначала блестящая карьера, а потом полный позор. Полный позор и больше, и больше ничего. Переходим к следующей комбинации. Северный в третьем, южный в девятом. У кого так? Северный в третьем, южный в девятом. Больше ни у кого. Всё-таки, наверное, без гороскопов уходите. Или с гороскопами. Где северный? Дома. Дома северный. И южный там же. В укромном месте. Коллеги, ну вы хоть сфотографируйте на телефон карту, Ну, чтобы хоть в телефоне её найти, но чтобы смотреть. Итак, северный в третьем, южный в девятом. Что быть, как быть в этой ситуации? Я расскажу вам на конкретном примере из своей практики. Я думаю, вам сразу станет всё понятно. Однажды прибегает к нам наша хорошая знакомая. Спасите, помогите. Что случилось? Её бойфренда задержали, а он, полиция, А он работал в Шереметьевской таможне. Он таможенник. И приехали эти маски-шоу, А они, значит, оборотни в погонах. Мы живём в такое время, Когда у всего есть свои фирменные названия. Оборотни в погонах. И весь их пост, таможенный весть, Сразу арестовали. Ну, за взятки и так далее. В общем, он оказался в двенадцатом доме. Она прибегает, спасите, помогите. Его спасти. Начинаем выяснять. Оказывается, юноше тридцать семь лет. Узловая история. Всё, что с нами происходит в тридцать семь и пятьдесят шесть, Чётко узлы. Значит, человек, если попал в беду, Значит, вляпался в южный узел по полной программе. Я начинаю выяснять о нём, у неё. Я его самого не знаю. Я спрашиваю, что у него с высшим образованием. Она говорит, неделю назад получил второй диплом. О втором высшем образовании. За неделю до ареста. Дальше я спрашиваю, что у него с братьями и сёстрами. Есть или нет? Есть. Родной брат, старший. Но они не общаются, потому что в тяжёлой ссоре. Ну и больше мне уже спрашивать было не о чём. Потому что всё было ясно. Он вляпался в тридцать семь по узлам. И судьба начинает его наказывать. Как его спасти? Она добилась, чтобы его выпустили под подписку о невыезде. И дальше мы дали инструкции, что нужно срочно сделать, чтобы отмотать историю назад. Срочно! И они сделали. Итак, что нужно было сделать? Во-первых, я посоветовал ей, у неё были ключи от его квартиры, приехать к нему домой. Найти этот диплом свежеполученный и увезти этот диплом из квартиры далеко-далеко. Ну я посоветовал отдать диплом его маме. Мама там живёт отдельно, мамы любят дипломы собирать. В общем, диплом с глаз долой. Ну не сжечь, конечно, а просто его куда-то закопать и забыть. Это первое. Второе. Когда его выпустят, инструкция была такая. Этот мужчина должен был поехать в супермаркет, ну или в какой-то, в общем, магазин, взять тележку и идти вот по супермаркету, да, и кидать в тележку всё самое дорогое, что стоит на прилавке. Не пиво в пластиковой бутылке за 30 рублей, а самый дорогой коньяк из всех, который там продавался за несколько тысяч, как пример. Не что-то там такое, а вот тележку доверху завалить самым дорогим. Дальше на кассу, прошли кассу, оплатил, не бедный человек, потому что Шереметьевская таможня, это таможня, оплатил. И с этой тележкой куда? Догадались? Прямо к брату, прямо к брату домой. Звонок в дверь, дверь открывает, брат в труселях и в шоке. В шоке, потому что они совсем рассорились, якобы из-за жены брата, но это уже не важно. И вообще, уже какое-то время до ареста полностью не общались, то есть такой абсолютный игнор у них был в отношениях. Брат открывает дверь, а тут наш сиделец с тележкой, а содержимое тележки суммарное тянет на весьма кругленькую сумму. И он закатывает эту тележку в квартиру и говорит брату, это все кому? Тебе. Тебе. Брат стоит по колено в шоке, а в этот момент, в этот момент на небе перекручивается ситуация. Переигрывается ситуация судьбы и финал этой истории. Был задержан, арестован весь таможенный пост. Не его одного, а там их взяли всю смену. Но это была спецоперация, потому что были сигналы и как бы провели спецоперацию. В финале он оказался, этот вот человек с узлами, единственный, кто отделался условным сроком. Все остальные, включая его непосредственную начальницу, отправились в 12 дом по-настоящему. Их посадили. Их приговорили к реальным срокам. Он единственный, кто спасся. Отделывался легким испугом. Условный срок и запрет на занятие, занимание государственных. Тогда он сказал, да я и сам бы и не собирался уже. Ну то есть все, он спасен. Почему? Потому что ему хватило ума выполнить наши рекомендации на 100%. Проблема заключается в том, что астролог всегда знает, что надо или не надо делать. Не только по узлам, а и вообще. Но люди или слушаются, или не слушаются. Мы же не можем за человека сделать или не сделать то, что это вот он уже. Если человек выполняет наши инструкции, то он как огурчик. Если нет, то пеняй на себя. Вот этой паре хватило ума точно все сделать. И он помирился с братом. И в этот момент там на небе узлы переиграли историю. И он оказался спасен. Но вы догадались уже про третий и девятый? Что-то я там не то написал. Южный в девятом доме, северный в третьем. Вы догадались, что надо или не надо? Сейчас запишем. Запишем можно только в возрасте лунных узлов к брату приехать. Желательно до приехать, чтобы потом не пришлось выпрашивать под подписку. Если бы с братом отношения были бы правильные до этого, то вот этого всего бы с следственным изолятором, слезами, истериками его возлюбленной и так далее, этого бы ничего не было. Итак, пишем. А вас заволновало у вас тоже третий и девятый? У мужа такая как-то. А, у мужа. Да, приближаемся. Приближаемся к 54, к ответственному моменту. С узлами всегда надо заранее. Заранее, потому что когда проверка началась, это уже как скорая помощь, это уже экстренные события, бежать и что-то делать. И может успеешь, может не успеешь. Мы вот в этой истории по счастью успели. Но и то это благодаря ее вмешательству. А если бы его под подписку не выпустили, он мог бы брату? Нет. Нет, все. И тогда бы судьба распорядилась по-другому. Значит, когда южный в девятом поехали, что запрещено? Запрещено иметь более одного высшего образования. Вот один диплом можно. Южный в девятом один диплом разрешает. Но тем, у кого южный в девятом, им же, как нарочно, одного диплома мало. Им же, у них же два-три высших, потом магистратуры, аспирантуры, докторантуры и так далее. Прямиком под раздачу. С кучей этих, почему мы сказали, убрать диплом, увезти из квартиры, как будто этого диплома нет. Забыть о нем. Это был уже как раз второй диплом. Что взбесило узлы? Что он это не 10 лет раньше или позже, а что он его получил именно в 37. Это вот это нарушение на глазах у инспекторов. Значит, с высшим образованием один есть и точку поставили. Дальше. Девятый дом это еще религия. С южным узлом в девятом доме сильно увлекаться тоже опасно. Это не значит, что человеку нельзя быть верующим. Верующим надо быть всем, любому, вне зависимости от гороскопа. Истинная вера.